Если у вас в жизни проблемы и вы не знаете, как поступить, задайте свой вопрос отцу Сергею Белькову. Что посоветуете, батюшка? Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Какие вопросы пришли на ваш электронный адрес? Какие проблемы волнуют людей? Был несколько вопросов по поводу сект, которая попадает сегодня все больше и больше в молодежь. Ну, вот один из таких вопросов мы рассмотрим. Мой племянник попал в секту. Я знаю, что таких молодых людей немало. Может ли кто нам помочь и вытащить племянника из секты? Что может сделать в этой ситуации церковь? Ведется ли такая работа? Вся проблема в том, что наши дети получают хотя бы какие-то основы православной веры. И научить человека этим основам православной веры и подсказать ему об опасности попадания в секты должны были его родители или крестные, или близкие родственники. Но, к сожалению, сегодня крестный выбирает так вот, как кто в голову взбредет. А раньше все было не так. Раньше всегда крестного подводили к священнику. И если крестный знал основу веры, только тогда его брали крестным, чтобы он мог оказывать воспитание ребенка. Учитывая вот эту ситуацию, поэтому церковь так настойчиво и выступает за то, чтобы в школах ввести предмет, как основу православной культуры или веры. Подозвать можно по-разному. Но самое главное, чтобы в рамках вот этой дисциплины можно было бы и говорить об опасности тех или иных деструктивных сект, чтобы обезопасить людей от попадания в рабство в эти секты. Хотя, конечно, в церкви ведь нет какого-то спецназа, который мог бы взять и так вот и выдачить человека из секты. Но в каждой епархии есть миссионерский отдел, который занимается этим вопросом и издает брошюры, буклеты различные, книги издает и окажет какую-то помощь лицам, попавшим в статализарные секты. Поэтому можно обратиться в нашу епархию, в миссионерский отдел, и получить там необходимую помощь. А какие секты наиболее опасны или все одинаково опасны? Есть, например, секты, ну, допустим, баптисты традиционные, да, они, как бы, менее опасны. Ну, а иеговисты, неопятидесятники, ну, им не с числа, там, виссарион, виссарионовцы и так далее. Вот эти вот секты тоталитарного, деструктивные секты, они все опасны, потому что человек попадает, действительно, и физическое, и духовное рабство в эту секту. А, вероятно, вот как бы не сразу родственники смогут распознать, что человек попал в секту. Есть какие-то признаки, по которым можно определить, что вот он именно состоит в секте? Ну, когда он тут уже попадет, то, я думаю, что родственники навряд ли его уже оттуда вытащат, понимаете? Должны быть превентивные меры какие-то, о которых я уже сказал, потому что нужно знать свою собственную веру, и это будет гарантом того, что человек не попадет в себе. Я очень завидую красивым, удачливым, богатым людям. Мне всегда кажется, что у других все лучше, чем у меня. Как не избавиться от чувства зависти? Священное Писание нам говорит о том, что завистью грех вошел в мир. И сам грех или страсть зависти имеет ту особенность, что если какие-то другие типы страсти или страстных движений души мы можем угасить каким-то противоположным добродетелям, например, если я вас оскорбил, я попросил вас прощения, и вы меня простили, если я вам нанес какой-то материальный ущерб, я вам его возместил, и вы меня простили, и мы с вами, может быть, даже и подружимся, то зависть имеет другую особенность. Чем мы человеку больше делаем добра, чем мы ему больше не уступаем, тем завистник все больше ненавидит другого человека. И причем он всегда, он же ведь не сознается в том, что он делает из зависти окружающим людям. Обычно говорит человеку, что мне она не нравится, или он не нравится потому, что выдумывает какую-то причину. То есть здесь еще присутствует клевета. Вот в этом грех зависти имеет особенность, и он очень опасен. Как от него избавиться? Избавиться от него не очень просто, но необходимо частое исповедование этого греха и просить у Бога Божьей помощи, чтобы он его, человека, избавил. Потому что если другие страсти мучают человека, ну, из какой-то там гневливой, раздражительной страсти, то или человек считает, что кто-то ему плохо сделал, какую-то неприятность, то зависть является ведь таким грехом, которое мучает человека от счастья другого человека. И в результате завистник всегда желает развода другому человеку, если это семейное счастье, падение какого-то, допустим, увольнение какого-то или даже смерти. Вот в этом есть. Но все-таки этот грех, он больше вредит тому, кто завидует, чем тому, кому завидует. Да, но если не считать, что критические измышления, которые человек выдумывает, они тоже повреждают, конечно, и того человека, мешает ему, на которого зависть направит. Жена много работает, все силы дает карьере. В связи с этим не хочет иметь детей. А я не представляю семьи без детей. Что мне делать? Разводиться? Брак имеет свои цели и задачи. И целью брака является, конечно, и создание семьи, как в Малоцеркви Христовой, и семьи не только из двух людей, а, конечно, еще и из детей. Недаром слово «семья», оно толкуется как «семь-я», то есть «я-жена», а мы составляем как бы одну единицу и плюс дети. Есть и другое толкование «семья» от слова «семья». То есть семя должно возрастить, плод, а плод – это дети, и таким вот образом есть какая-то полнота бытия в семье. И, собственно говоря, в некотором смысле это и напоминает Святую Троицу, образ Святой Троицы. То есть как там трое, так и здесь муж, жена и дети. И, конечно, необходимо приложить все усилия, чтобы убедить жену о том, что она идет против естества, что главная ее задача – родить ребенка. Даже если она добивается карьера, ради чего, ради кого? Если нет дитя и муж, и муж уж собирается разводиться. Остаться один на детстве карьеры, но ведь это настолько непрочно. Поменялись руководители, карьера, ее можно потерять. И не приобрести детей, неспокойствие. Поэтому в первую очередь надо приложить все усилия для того, чтобы каких-то значимых людей подключить, которые могли бы убедить, правильно не рассказать, чтобы она согласилась иметь ребенка. А все-таки если эти усилия не увенчаются успехом, если она будет категорически? Это вопрос частный, я посмотрю к своему духовнику. Есть много нюансов разных, которые мы не можем понять из вопроса. Может быть, она говорит о том, что она из-за карьеры, а может быть, это другая причина, просто ее детей не хочет иметь. Может быть, нет взаимопонимания в семье, ведь может быть, и муж тоже какие-то имеет свои недостатки. Ну, вы понимаете, что когда говорят о семье, тишь, гладь и божья благодать, это из области идеального, понимаете? Это фактически нет такой семьи, где не было бы каких-то недоумений, каких-то ссор, каких-то взаимных обид. Вот. Но та семья считается правильной и крепкой, где научились эти обиды разрешать. Вот если мы их разрешаем, то тогда семья крепкая. Вот еще такой вопрос. А в некоторых церквях панихиду или мамлебен можно заказать не меньше, чем за 100 рублей. А ведь не все имеют возможность тратить столько денег, особенно в условиях кризиса. При этом считается, что эту сумму мы жертвуем церкви. Но ведь по логике жертва дело добровольное. Почему же в церквях устанавливают такие высокие суммы на требования? Я бы сказал, что этот вопрос, конечно, недоброжелательный. Это вопрос провокационный, потому что, почему, объясню. Если следовать логике, то тот, кто задает вопрос, должен исполнять то предписание, которое еще было в Ветхом Завете, никто его не отменял. Десятую часть дохода нужно отдавать Богу через церковь. И никто не отменял этого установления. Но церковь не требует справку от доходов своих членов. Кто сколько принес, только принес. В этом и есть добровольность. Это первое. Во-вторых, мы много слышим сегодня о кризисе. Я хочу сказать, что кто в основном говорит о кризисе? Это власть придержащая и богатые люди. Потому что кризис, он подразумевает за собой, что падение спроса и падение цен. Да что-то могут, конечно, какие-то группы товаров, цены, продукты. Может быть, и подниматься. Но, в общем-то, а что мы видим? Мы видим совершенно противоположную картину. Все становится дороже. Услуги за работы, они не стали дешевле. А церковь, ведь она тоже выполняет какие-то свои функции. Нужно строить, нужно восстанавливать, нужно реставрировать. Нужно писать новые иконы. Нужно вести благотворительную деятельность. Вот мы 17 лет с наркозависимыми ведем на благотворительную деятельность. На какие деньги-то? Вот на эти 100 рублей, о которых речь идет. Потом, и в третий, в конце концов, вопрос. Панихиды, что каждый день заказываются? Если мы раз в месяц закажем панихиду или молебен, или на родительскую субботу вообще раз в году, то я думаю, что семейный бюджет это не подорвет. И потом, если человек подойдет и скажет, что у него нет денег, и встанет к тому, когда он служит панихиду, и подаст свою записку, никто никогда ему не откажет. Еще один вопрос. Как православная церковь относится к произведению Юлии Вознесенской? Например, к роману «Мои посмертные приключения». Многие православные читают ее книги, искренне верят, что все так и будет, как она пишет. Как вы считаете, не вредна ли такая фантастика, не вводит ли она человека от истинной веры в мир иллюзий? Но церковь, по произведениям данного автора, и, конечно, никого мнения не имеет. Зато церковь имеет мнение святых отцов по поводу фантастики. Что такое фантастики или фантазии? Это воображение нашего падшего ума, а иной, раз даже и демонические каких-то воздействия на ум человека, на подсознание человека. И в результате рождаются такие образы, потому что воображение – это придуманные образы, которые есть непроизвольные, допустим, сон, или произвольные, так сказать, человек искусственно из себя вызывает какие-то образы. В данной ситуации, вот смотрите, даже, ну, предположим, вечерних молитв, молитва Макария Великого, четвертая, шестая молитва, вечерних правил как раз и говорит о том, что мы просим сон без мечтания, потому что церковь фантазии называется сон без мечтания. То есть мы просим Бога, чтобы он дал нам сон без сновидений, для того, чтобы наш мозг отдохнул, чтобы наше тело отдохнуло, даже сон мы просим, да, вот эти непроизвольные. И в шестой молитве мы просим тоже избавь нас от всякого мечтания. Есть молитва, в которой мы прямо «Избавь меня от мечтаний сатанинам». То есть говорит о том, что и демонические силы могут навимовать на вот эти вот мечтания. И я считаю, что книги Иулия Вознесенской – это просто некая такая возможность заработать деньги на православном поле. Красивые обертки подавать, отравленную конфетку. И читать ее произведение не только не рекомендуется, но и опасно. И последний вопрос. Надо ли продолжать молитву, если молишься невнимательно? Василий Великий дает нам такой ответ на этот вопрос. Есть невнимательность двух видов. Есть невнимательность от душевной немощи, то есть от нашей немощи, да? А есть невнимательность от небрежности. И вот если мы с вами небрежно молимся и знаем, что мы молимся, читаем молитвы, а в это время думаем о чем угодно, там, о том, что надо сделать, или о том, что мы забыли сделать, то, конечно, это греховное состояние, и необходимо такую молитву восстановить и начать молиться сначала. А если же, допустим, мы с вами молимся, и у нас не хватает сил просто сконцентрировать внимание, то нужно все-таки прикладывать усилия воли, насколько это возможно. Спасибо, батюшка. Слава Боже. Пишите батюшке по его личному электронному адресу. Слава Боже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok